Капитальный ремонт Это наш первый такой большой объемный проект Кардинальные перемены в игре с оранжевым мечом, Алтайбаскет и вся Европа начнут сезон по новым правилам Добрый вечер в студии Татьяна Голубева о некоторых событиях уходящей недели Мы сегодня поговорим с нашим гостем Дмитрием Негреевым, главным редактором информационного агентства Политсибрус Здравствуйте Дмитрий Добрый вечер Скажите мне пожалуйста, что же стало главным событием, а может быть еще станет на этой уходящей неделе лично для вас Ну я думаю, что все-таки не стало, а станет и наверное не только для меня, а для довольно значительной части жителей и Барнаула, и Алтайского края Это выборы, которые пройдут завтра, губернаторские выборы Напомню, они пройдут в Алтайском крае впервые после десятилетнего перерыва Предыдущие выборы были в 2004 году И безусловно это значимое событие, поскольку выборы главы региона, они выбирают, так сказать, путь, по которому регион пойдет в следующие, ну в данном случае 5 лет Раньше было 4 года, сейчас 5 лет Ну а вот тем, кто все-таки не собирается идти, или может быть сейчас размышляет, пойти или не пойти, вот что можно сказать таким людям? Ну тем людям, которые не собираются идти, я бы сказал так, что потом им не стоит предъявлять никому, кроме самих себя, никаких претензий Потому что право голосовать есть у всех, кому исполнилось 18 лет, все имеют право в этот день прийти на избирательные участки, взять бюллетень, проголосовать за того или иного кандидата Поэтому я считаю, что надо ходить, безусловно, на выборы А у нас со скольки, до скольки можно будет проголосовать? С 10 до 20 часов, наверное? До 20 часов Ну я думаю, что вы-то пойдете на выборы Да, я всегда хожу Ну спасибо, а мы продолжим У барнаульцев осталось чуть больше двух недель, чтобы определиться со способом накопления средств на ремонт многоквартирных домов До 29 сентября необходимо провести собрание собственников, продолжит Лариса Куренкова Сейчас из почти трех тысяч домов в городе чуть более 200 сделали выбор Семь будут перечислять средства на общий счет регионального оператора 96 на специальный счет регионального оператора 132 на спецсчет ТСЖ и ЖСК Если жители не успеют определиться в указанные сроки, то плата за капремонт пойдет в так называемый общий котел на счет регионального оператора В ближайшие пять лет в Барнауле будут отремонтированы более 230 многоквартирных домов Основной вид работ по решению собрания собственников – это ремонт крыш в основном Это 146 домов у нас, крыш 11 домов – это у нас капитальный ремонт инженерного оборудования, 41 лифт, 9 фасадов По словам Владимира Бурыкина, в перечень на капремонт прежде всего попали дома, исходя из года постройки и технического состояния жилья Вместе с тем в край утвержден краткосрочный реестр жилфонда Ремонт пройдет уже в ближайшие два года В 2014-2015 году капремонт общего имущества проведут в 122 домах в 30 городах и районах В списке есть и Барнаул Всего планируется освоить 240 миллионов рублей Дмитрий, в первую очередь определились ли жильцы вашего дома с выбором, куда средствовать? У нас летом было собрание, все поговорили, поговорили, поспорили Старшая по дому сказала еще подумать, пока больше собрания не было, так что пока еще не определились Ну, выходили на это собрание Ну и вот как можно, куда правильнее было бы жильцам, вот посоветуем, например, на ваш взгляд Я понимаю, там есть несколько вариантов на счет регионального оператора И на спецсчет На спецсчет либо дома, либо ЖСК, либо, по-моему, да, и все, наверное И все, да, да, три варианта Да, ну, мне кажется, что если ТСЖ в доме, если люди выбрали правление и выбрали председателя ТСЖ, и он нормально управляет, то там, конечно, все понятно ТСЖ в состоянии этими деньгами распорядиться Если нет ТСЖ, то вот, насколько я понимаю, там существует как бы несколько таких путей Как вот люди, которые немножко лучше, чем я, разбираются, говорят Если дом большой и относительно новый, то лучше на какой-то собственный счет А если дом старый и небольшой, то лучше на счет регионального оператора Потому что маленький дом и старый, он требует, он денег немного соберет, да, а ремонта требуется много И этих денег просто не хватит И региональный оператор там потом добавит эти деньги А региональный оператор там какую-то программу составляет, очередность выстраивает этого капитального ремонта и так далее А в вашем доме? Ваш дом старый? Наш дом достаточно старый и не очень большой Квартир 60 с чем-то Ну, и то есть лучше региональному оператору тоже Ну, вот у нас там мнения как раз разделились Либо на счет регионального оператора Либо на собственный счет Ну, когда речь идет о деньгах, то люди, как правило, не хотят же их куда-то отпускать А хотят ими распоряжаться сами Но ведь тут же дело такое, им же еще нужно правильно распорядиться Ну, и главное-то, что вот сейчас люди послушали Может быть, действительно подумают и поймут, куда Потому что до 29 сентября они должны уже точно определиться, куда они будут перечислять средства А мы продолжим Дом-гигант скоро появится в краевой столице Когда здание будет построено, оно сможет дать кров минимум 600 семьям По нынешним меркам немало, в России есть села, где и треть от такого количества населения не наберется Наш корреспондент Алексей Янкин выяснял, где будет стоять сибирский дом Спрут И когда он сможет принять первых новоселов Самой высокой точкой квартала, ограниченного улицами Антона Петрова и Исакова, Попова и Шукшина Станет крыша 16-этажного дома Сейчас одна секция, их в доме будет 8, близка к завершению Если все и дальше пойдет по плану, новоселье уже в этом году справят несколько десятков барнаульских семей Дом состоит из 8 блок-секций, разной этажности, от 5 до 16 этажей Общее количество квартир у нас 616 в этом доме В народе исполины стекла и бетона, несмотря на то, что еще не достроен, уже получил название «Солнышко» Это за то, что 9-этажные секции расходятся от базового высотного строения, подобно лучам Таких вместительных домов, как «Солнышко», в краевой столице еще не строили Не исключено, что и в крае тоже Это наш первый такой большой объемный проект То есть у нас срок разрешения выдан до даже января 2018 года Потому что большой очень объект выдан, но вот мы планируем полностью сдать его в следующем году, в 15-м досрочно Компания-застройщик уверяет, дом рассчитан на семьи со средним достатком Большинство квартир однокомнатные, есть двух- и трехкомнатные Обеспечение жильем барнаульцев сейчас насущная городская проблема Не исключено, что строительство гигантских домов в ближайшее время вполне может стать трендом стройиндустрии Кстати, у застройщиков есть намерение построить дом-гигант и в старой части города Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал Город Много у нас торговых центров сейчас строится, жилых домов На ваш взгляд, какое самое интересное и необычное здание за последнее время появилось в краевой столице? Ну я вот, к сожалению, наверное, вас не обрадую Я бы, наверное, не мог для себя, это мое, конечно, личное мнение, субъективное Отметить какого-то бы такого здания, которое бы мне как-то особенно понравилось То есть нового, из нового ничего? Из нового мне ничего не нравится, из того, что строят Ну, может быть, вот здание такое офисное на проспекте строителей По-моему, строителей Гоголя, что ли, пересечения Такое под старину, красно-терпичное Но там совершенно такая архитектура, не та, которая у нас сейчас Вот в спальных районах, там, где жилая застройка А вот эти все здания, на мой взгляд, они достаточно такие однотипные, похожие друг на друга Ну а какие должны быть? Чего не хватает нам? Ну вот, на ваш взгляд Я хочу сказать, чего не хватает Я вообще всю жизнь практически прожил в центре города И вот для меня эта часть Барнаула гораздо ближе Хотелось бы, конечно, чтобы отреставрировали старое здание дореволюционное Построить ли там 30-х, 50-х, 40-х, 50-х годов Чтобы, может быть, какие-то пешеходные зоны появились в старой части города Памятники, чтобы архитектурное привели в порядок Ну вот, где-то вот от старого базара до площади Октября Вот эта вот часть города для меня интересна И у нее есть свое лицо И там есть что посмотреть, есть где походить Ну, спасибо За заслуги перед церковью в нашем крае Теперь будут награждать медали трех степеней Сликом святителя Макария Алтайского Разработали в одной из московских геральдических мастерских Кстати, их планируют вручать не только церковным служителям Но и всем верующим Об этом и не только расскажет Ольга Калачева в обзоре Вручение этих медалей благословил святейший патриарх московский Всеяруси Кирилл Чтобы наградить всех достойных за церковные заслуги Здесь речь идет не только о строительстве храмов и создании приходов Но и активной церковно-общественной деятельности Все награды номерные и не подлежат подделке Никаких материальных выгод и благ наши награды не имеют, не несут за собой Краевому центру крови исполнилось 75 лет В честь этого события в Барнауле на этой неделе прошла большая научно-практическая конференция Приехали врачи не только из России, но и Белоруссии Первая станция переливания крови в Барнауле появилась в нынешней первой горбольнице И лишь в 63-м она переехала на проспект Ленина У нас объем банка замороженных ретроцитов более 800 литров У нас банк плазмы более 12 тонн И поэтому жители Алтайского края могут быть уверены, что в случае необходимости помощь будет всегда оказана Модернизация в индустриальном 13 остановочных павильонов появилось в районе за последний месяц Они отличаются простотой конструкции и эстетическим видом Кстати, в соседнем Новосибирске также озаботились удобством павильонов Недавно здесь появилась первая в России остановка с подогреваемыми сидениями Хорошая идея Ну, вы знаете, пока еще не пытались Я думаю, надо тоже посмотреть, в чем там соль И поэтому, может быть, мы тоже хотя бы обогреем сидения, на которых можно сидеть Посмотрим Ольга Калачева, информационный канал, город Я, по-моему, два дня назад на одном из федеральных каналов как раз видела эту остановку Показывали в Новосибирске людей, огромное количество, которые там присели, погрелись, довольные Я знаю, что ты не очень любишь сам водить автомобили Вообще, может быть, даже не умеешь водить Пользуешься ли общественным транспортом? Подожди секундочку И как отнесся бы к появлению вот такой остановки? Ну, вот если бы это одна остановка появилась, то это был бы, наверное, пиар А если бы все остановки были с подогревающимися сидениями, то, наверное, городской бюджет этого бы не выдержал А там, кстати, спонсоры помогают, там не городской бюджет Ну, и спонсоры бы не выдержали, потому что это не дешево Потому что это большой расход электроэнергии, насколько я понимаю Я думаю, что выход один Транспорт должен так ходить, чтобы людям не надо было ждать на остановках Подошел, минутку постоял, подошел автобус, сел, поехал Ну, на самом деле, мне кажется, у нас достаточно хорошо ходит транспорт Тогда сидения не надо подогревать Ну, а сибирские морозы, опять же, чуть-чуть зашел, погрелся, присел Ну, мне кажется, что это очень дорогое удовольствие Потому что у нас маршрутов много, остановок много И подогревать каждое сидение, по-моему, мне кажется, это нереально А вот еще сколько бы простояла бы такая остановка Вот в наших нынешних условиях Реально ли было бы, например, чтобы она полгода не сломалась Ну, если бы она была вся железная А какие-то устройства там, ну тоже Мне кажется, наши люди не очень все равно относятся к такого рода вещам Ну, мне кажется, если бы она была прочная, железная, очень крепкая, с бетонным основанием То простояла бы достаточно долго И ничего бы не сломалось И ничего бы не сломали бы А, не сломали бы, да, действительно Ну, посмотрим, может быть, наши сейчас подумают И хотя бы одну, как такую, не знаю, нечто необычное установят, найдут А, и весь город ходил бы туда, грелся Да Ну, может быть, и две, чтобы в разных концах города это было В Бурнаул приехала большая книга Еще на этой неделе в Краевой столице с гастролями побывали звезды Большого драматического театра Санкт-Петербурга Настало время обзора событий культуры Ведущий театр Санкт-Петербурга, большой драматический, представил на сцене Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина два классических спектакля Это «Дом Бернарды Альбы» по драме Фредерика Лорке и «Блаш» по пьесе Островского Приехали артисты в рамках программы «Большие гастроли» театральное лето России 2014 В Краевой столице настала пора собирать урожай, урожай картин В выставочном зале Союза художников Алтая осень 2014, более 150 работ Здесь и природа родной земли, и знаменитые земляки Нынешнюю экспозицию отличает удивительная свобода выражения и, главное, совсем не осенняя жизнерадостность Краевую столицу посетили финалисты престижнейшей российской премии в области литературы «Большая книга» Литераторы, писатели Владимир Шаров, Елена Шубина и другие гостили у нас в рамках федерального проекта «Встречи в провинции» По словам организаторов, цель проекта – привлечь российских читателей к лучшим произведениям современных отечественных авторов Писатели побывали в Новолатайске, Косихе, Сростках В Барнауле они встретились с любителями чтения в одном из книжных кафе Мы, в принципе, открывались для того, чтобы как-то реализировать литературу и напомнить людям, что читать – это хорошо и интересно И подобное мероприятие привлекает людей То есть, например, мне самой организовать это совершенно невозможно И поэтому там большая благодарность тем, кто организовал большую книгу в провинции, что они это сделали Потому что, в принципе, можете видеть, что народа довольно много И привезти писателей из Москвы – это здорово Дмитрий, ну вот скажите мне, пожалуйста, можно ли вернуть книжную культуру в массы? Потому что в последнее время у нас в любом случае больше народ пользуется интернетом Я не знаю, мне кажется, это очень сложно Потому что, во-первых, люди вообще стали мало читать А во-вторых, появилась альтернатива бумажной книге Книгу можно читать с компьютера, с телефона Можно купить специальную электронную книжку, закачать туда целую библиотеку И, конечно, это гораздо дешевле, чем покупать книги в магазине Но можно же взять в библиотеке? Ну, во-первых, в библиотеках есть не все, что людям хочется почитать Во-вторых, в библиотеку нужно идти, потом нужно идти книгу сдавать А это всегда под рукой Ну, а вот лично вы, когда последний раз читали книгу бумажную регулярно? Я вообще так все время читаю книги И скорее меня можно спросить, когда я последний раз читал электронную книгу У меня она есть, но я читаю ее в каких-то поездках Потому что это действительно удобно, мало весит, мало места занимает Но читать бумажную книгу гораздо приятнее Поэтому дома я читаю книжки только бумажные То есть есть еще люди, которые при этом, занимаясь сайтом, который выходит в интернете Когда сидишь на работе 8 часов и больше И все время перед тобой компьютер, монитор, интернет То на самом деле, с одной стороны, конечно, вырабатывается какая-то привычка И дома к этому тоже тянется С другой стороны, порой это так надоедает, что хочется вообще куда-нибудь убежать И не трогать этого, а лучше лечь А лучше лечь? Ну, все-таки я тоже люблю почитать на самом деле книги И не только электронные издания А мы переходим к спорту Спортивные события недели Это прежде всего кардинальные перемены в баскетбольных правилах И появление спецшколы по тхэквонду Не нужно забывать и о хоккее, которого так долго ждали болельщики Но ничего-то такого, конечно, Юрий Борлис продолжит Несладкую парочку матчей презентовали своим болельщикам игроки команды Алтайской Беркуты Некий прогресс оборонительных действий налицо, конечно Если учесть, что в первый день наши попали 2-8, а теперь 2-5 от горняка Тренеру нашей хоккейной молодежки долго объясняться не пришлось на пресс-конференции Нужные слова он все-таки произнес Мы просим извинить нас перед болельщиками Просим прощения на эти игры Мы постараемся дебютироваться У нас не прошла, просто играют Специализированная школа Олимпийского резерва по тхэквонду Открывается с нового года в Барнауле на базе спорткомплекса ОПИ С примерным бюджетом в 2015-м 6 миллионов рублей Это краевые деньги для зарплат тренерам и поездки на соревнования, как вы понимаете Учреждение – единственная региональная спецшкола в Сибири, между прочим, и всего лишь четвертая в России С обновлениями правил вступает в будущий сезон весь европейский баскетбол А значит и наша команда – крепкий участник российской суперлиги Алтай Баскет Самое принципиальное введение, как в знаменитой американской лиге, теперь 24 секунды владения мечом превращаются в 14, если команда сделала подбор после своей же неудачной атаки По такому случаю необходимо переоснащение кнопок для судей с цифрами 24 и 14 Еще, например, не за 5 фолов будут удалять игрока на весь матч, а за 2, или 2 технических, или 2 неспортивных Шорты должны быть выше колена, и номера, которые на майках разрешили, 0, 2, 0, и от 1 до 99 Сейчас любой технический фолк, хоть тренеру, хоть игроку, это 1 штрафной вместо 2, как ранее Юрий Борлис, информационный канал «Город» Дмитрий, ну каким видом спорта интересуетесь? Может быть вообще болельщик? Вот, к сожалению, не болельщик, и вряд ли что-то можно со мной о спорте такое серьезное говорить Я, конечно, отличаю футбол от хоккея, волейбол от баскетбола Знаю, что в футбол играет 11 полевых игроков и один вратарь Это уже прогресс? В каждой команде, да, но вот у меня такие только как бы общегуманитарные знания Но все равно же о каких-то спортсменах пишете, гордитесь кем-нибудь, нашими ребятами? Конечно, мы пишем, и так вот по долгу службы я знаю, но... Так, чтобы посвистеть на матчи? Вне работы, это в сферу моих интересов, я не знаю, к сожалению, не к сожалению, но не входит, так вот сложилось Я знаю очень много болельщиков у меня, да практически все, наверное, мои знакомые, болельщики Там бывает кому-нибудь по телефону, позвонишь, он говорит, погоди, погоди, давай попозже, я футбол смотрю Все, разговор закончился Понятно, но они не удивляются, ну как так, человек не интересуется У каждого же свои какие-то интересы У каждого свои интересы По-моему, все это совершенно нормально Ну и тогда, я не знаю, удаётся чем-то вообще самому заняться? Да, вот физкультура, я занимаюсь, хожу в бассейн Так вот, да В спортзал хожу, на беговую дорожку К сожалению, без диеты это не очень хорошо помогает Ну то есть это чисто для поддержания себя в физической форме, а не так, чтобы достичь каких-то результатов? Просто размяться, какой-то стресс снять, как-то подключиться от дел Ну я тоже думаю, что каждому нужно отвлечься и поплавать Поплавание это вообще, кстати, полезно Вот, кстати говоря, и то, что касается общественного транспорта Я, конечно, им пользуюсь, но по возможности стараюсь ходить пешком Ну потому что живёте в центре города, наверное, можно прогуляться Да, да, нет, ну есть люди, я знаю людей, которые в центре города живут и вообще буквально одну остановку едут на автобусе А я думала, наоборот Таких людей я тоже знаю, да А вот я отношусь к тем, кто любит пешком ходить Вот, наверное, как-то с детства Мне кажется, я, кстати, встречала много таких людей, которые любят ходить пешком Ну и заключительный наш вопрос Планы на следующую неделю Вот выборы закончатся Выборы закончатся, нужно будет подводить итоги Нужно будет писать об этих выборах Нужно будет разговаривать с экспертами На следующей неделе мы приступаем к подготовке очередного сентябрьского номера нашего журнала Политсибру Будет много работы И мне нужно за следующую неделю много успеть Потому что я хочу сходить в небольшой отпуск И до отпуска мне нужно со всеми делами, как говорят, разгрестись Чтобы пойти в отпуск со спокойной душой и с чистым сердцем Ну то есть, я так понимаю, что в личном плане это главная надежда на отдых Для того, чтобы этот отдых нормально прошел Нужно всю неделю очень ударно поработать Чтобы никаких хвостов не осталось Ну я желаю ударно поработать И наконец-то отдохнуть Спасибо, что вы к нам пришли А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Дмитрий Негреев Главный редактор информационного агентства Политсибру Хороших вам выходных И не забудьте завтра сделать свой выбор Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому